итак зашел я в дом немножко разобрала здесь свалка свалка была здесь задница полная вот и вы знаете нашел такую под развалину такой горшок интересный горшок большой внутри как видите зола какая-то очень сильно захламлено и вот смотрите катушкой катушкой сегодня я работаю с новым прибором как вы видите вышла у меня такая большая монета вот такая большая монета вот это похода царский пятачок но он видите имеет зубцы и когда я показывал горшочек вам вот самое интересное то что я увидел вот он зеленый кругляшочек еще один лежит без прибора когда я расшвыривал походу и он просто сам напросто вот от горшка когда камеру отводил хотел показать вам эту большую монету и увидел зеленый кругляш вот он зеленый кругляш это у нас советик 20 копеек 1900 итак ребята всем привет сегодня я выбрал с накоп со стасом фартовым заехали могут в такой вот небольшой домик полов нету вот и решили немножко здесь походить в общем здесь земля немного промерзшие что клапка ты мягкий а потом идет замерзшая земля стас залез наверх нашли мы сверху там тут же первый же сигнал копеечка копеечка 1949 года вот такая вот и говорит он там сигналы продолжаются так что немножко здесь посмотрим что и пойдем потом вон в тот вон розовый дом я просто знаю в этом доме камрады уже побывали я заглядывал в вот такой домик и хотим там посмотреть так стас кидается гвоздями гвозди звенит находки будет вы об этом узнаете смотрим и так ребят поменяли мы домик другой вот и зашли в более старый такой дом здесь кирпичная кладка еще времен революции но факт том что здесь уже наши друзья камрады побывали не один раз вот так что для нас здесь сигналов очень мало а если есть то шмурдячная стас поднял монетку 91 года вот 50 50 рублей так с находками здесь не очень дом мы находимся в подвале вот таком состоянии разрушенным глядишь и развалится он так что я не знаю сейчас может будем менять место дислокации поменяем домик на более такой менее хожий но в данном месте здесь у нас поработали нашел я здесь вот такую декоративную хреновину думал сначала что-то цены но это просто медное с посеребрением не знаю возможно это брошка было или заколка ладно итак ребята я и стас вернулись в тот дом где я начинал сегодня сегодняшний сезон и стас откопал что-то интересно говорит мне очень понравится опа чё-то чё-то очень даде ребята очень что-то интересное я такое ни у кого еще не видел 300 300 а что именно не знаю так по бокам и имеется так 1603 1903 так 300 это наверное что-то связано с домом романовых вешалась это на грудь походу интересная вещица здесь у нас имеется на на ушке креста возможно это что-то связано и с христианством тоже вот такая хорошая вещица если бы вы есть видели камера к сожалению не передаст то что здесь имеется вот так вот оси 250 нашел я две копеечки такие ну сохран убиенный вот даже я вам не могу сказать какого года на 1920 какого-то ладно продолжаем устал зачетная находка ну ладно будем дальше итак у меня очередной сигнальчик и очень хороший был сигнал выпало вот так вот монетка монет у нас зеленая так это у нас три копеечки три копейки 1900 какой-то год не знаю сказать ничего не могу сейчас мы 40 какой-то 40 какой-то 43 или 49 ладно продолжаем так был сигнальчик стоял бочком к деревяшки вот так вот ну ногой оказался монета 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 ничего себе впервые такие вижу две короны две короны 1912 год опа здесь какой-то мужик мужики были сейчас я его смочу извините но это может австро-венгры здесь мужик какой-то вот такой вот вот а здесь у нас в принципе неплохом состоянии будет две короны 1912 года вообще зачетная находочка не ожидал конечно цари можно но вот такие вот вещи я конечно удивлен все с находкой меня можете поздравить довольно таки симпатичная ладно фотографию прикреплю почищу вы увидите так наверное буду заканчивать свой видеокоп на сегодня в этом доме здесь вот такие вот бутылочки с прошлого раза остались ну по монетам у меня вот как получилось раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 монет такая вот пуля вот я не снимал все находки из-за того что неудобным было ну хочу вам остановить свое внимание именно вот на такой монете две корона написано вот сзади нас вот такой мужичок когда почище будет известно что это монета в принципе в интернете я посмотрю но здесь вот нарисована ангелочек в руках он чего-то держит вот по советам вот у меня две копеечки год к сожалению сказать не могу то ли 33 3 какой 20 копеек по размеру 2 копейки еще две копейки копеечные монеты вот щитовички тут у нас ну вот так в принципе и прошел у нас сегодняшний клуб в этом доме 3 копейки 49 года ну что я вам хочу сказать так более-менее прошло мероприятие неплохо благодаря вот этой монете вот устался 1 находка но она у него козырная какой-то медальон 300 лет романовых интересно вот но немного я когда буду отъезжать сейчас он заканчивает и я покажу вам вот такую кучу я здесь нагреб на на входе вот в принципе с этой кучи у меня всей монеты вышли ладно прощаться не буду покажу стас сейчас монету вернее медальон и наверное поедем сторону дома и там посмотрим может какой-нибудь еще на домик подвернется ладно итак подъехали мы на одно место но к сожалению мы здесь копать не будем заехали просто вот в этот магазинчик вот и я вам немножко скажу политинформацию вам проведу вот этот магазин раньше был ими имением графа графа немецкого или германского не знаю и у него был ряд домов вот этот дом он следующий дом и следующий вот три дома у нас имеется вот здесь вот еще было два дома советское время вот из этого фундамента остался летом я здесь ходил к сожалению тогда видео еще не снимал очень много советских монет поднял потому что здесь свое время было как бы водочные коньячные магазин или что-то склад в этом роде очень много монет поднял вот и здесь вот все это было советское время передали государству вот но вот товарищ вот забор коричневый он выкупил эти два здания вот и вы знаете скажу вам по секрету этот товарищ здесь на участке нашел небольшой клад количество я не буду говорить но факт есть факт вот такое здание вот такое место находки здесь есть всегда в этой деревне я копаю постоянно вот без находок я никогда не остаюсь сейчас я вам покажу вещицу который нашел стас пока светло так что посмотрим вот решила я вам заснять то что нашел стас вот такая от вещица сожалению не знаю будет вам видно нет фокус но не знаю то ли это подвеска то ли что ну на ней написано 300 лет 1613 1913 вот не знаю дорогая нет вот такая от вещица очень такая симпатичная вещь наверное какая-то я не знаю может быть какая-то подвеска часть от чего-то потому что вот как бы щит здесь вот 300 лет и вот имеется шапка мономаха вот такая вот вещица вот такая вот красивая вещь ладно прощаться я буду если сейчас нигде не остановимся так что смотрим мама levant вам umm и а ну ну и забросить монеты всем скопом которые я поднял вчера на копе и хочу заснять как будет проехать сходить процесс в этой жидкости забрасываем все монеты вчерашние они недорогие так что я заброшу всей толпой те которые находки я вчера сделал заброшу вот сюда и сразу у нас как вы видите пошел процесс разложим равномерно чтобы монеты не лежали друг на друге в принципе вот так пойдет здесь монеты советские так что ничего такого нужны и таким процессом сниму еще на ускоренную съемку снимает происходит процесс итак видите как происходит у нас чистка монет сразу у нас монеты стали преобразовываться жидкость у нас сразу потемнела стала зеленая причем эти монеты у нас нечистые медь алюминиевая бронза медно-никелевый сплав так что монеты могут быть и красный но потом можно при помощи кажется соды довести к думаю что мы с вами попробуем сегодня сделать стараемся чтобы монета на монету накладывалась потому что может остаться след вот здесь у нас серебряная монета чистится две корона это австро-венгерская по идее она должна быть серебряная но посмотрим как жидкость себя зарекомендует по чистке серебра смотрим а Продолжение следует...